Итак, уважаемые коллеги, набираемся сил для нового заседания. Итак, мы говорим о нежелательных явлениях. Мы с вами много говорили об эффективности. Посмотрим, как же эти препараты работают, какую они имеют токсичность. Сегодня мы уже затрагивали этот вопрос, но акцентируем более детально. Итак, иммуноопосредованные явления и блокаторов анти-СТЛ4 и ПД1, ПДЛ1 это те явления, которые связаны с механизмом действия препаратов, которые вызваны непосредственно иммунофенотипом данных препаратов. И, как уже сегодня говорилось, кроме того, что иммунная система может подвергаться воздействию посредством этих препаратов, но и в то же самое время вызываются и токсические явления. И уже сегодня тоже об этом говорили, что вот эти новые препараты, они отличаются друг от друга по своему профилю токсичности. Например, блокаторы ПД1, ПДЛ1, они более имеют благоприятный профиль токсичности, нежели препараты, которые блокируют СТЛ4. То есть препараты Пилимумаб, он более токсичен, нежели Пембролизумаб и Неволумаб. И механизм действия этих препаратов, он обусловлен, еще раз повторяю, механизм действия обусловлен их, не механизм действия, а именно токсичность препаратов, этих нежелательных явлений, они обусловлены механизм действия, то есть иммунными реакциями, которые происходят в организме. Либо эта блокада СТЛ4, она происходит на уровне лимфатического узла, либо уже на уровне микрокружения, там, где же работают препараты другого действия, блокируя ПД1 или ПДЛ1. То есть рецепторы, которые могут находиться не только на клетках, на Т-лимфоцитах, но и в других клетках, и этим самым и обуславливается терапевтический токсический эффект. Какие же в основном локализации затрагивают иммуноопосредованно нежелательные явления? В основном, в первую очередь, это кожа. Вообще сразу хочется сказать, что это совершенно другая токсичность. Она отличается от токсичности, которой обуславливаются цитостатики. С чем мы чаще всего работаем. Как вы помните, там гематологическая токсичность на первое место выходит. А здесь кожная токсичность в виде сыпи, в виде различных изменений на коже. На втором месте – это желудочно-кишечный тракт, изменения со стороны печени, эндокринная система, нервная система, дыхательная. И все иммуноопосредованно нежелательные явления можно разделить на две большие когорты. И мы в первую очередь остановимся на те явления, которые обусловлены действием блокаторов CTL-4. То есть эпилюммаб. Есть такой еще препарат ремилюмумаб. Он неизрегистрированный. В основном препарат эпилюмаб. Поговорим об этих токсических явлениях. Первое, что хочется сказать, что имеется дозозависимый эффект. Однозначно. И следующее. Есть явления, которые наблюдаются очень часто. Например, больше 20%. Это диарея, колиты, кожная сыпь, в меньшей степени лихорадка, озноб. Бывают частые, типа гепатитов, эндокринопатии. И бывают очень редкие. Это воздействие на органы зрения. Это панкреатиты, нефриты, нейропатии. И токсический эпидермальный некроз, о котором тоже сегодня упоминалось. Мы видели такие явления, но они встречаются крайне редко. Еще раз повторяю, наиболее частые. Это изменения со стороны желудочно-кишечного тракта. Изменения со стороны кожи. Но в свое время проведено большой анализ всех исследований, в которые включались пациенты, получавшие лечение антиститили-4. То есть эпилемумабом. Посмотрите, здесь включены данные почти о полутора тысячи пациентов. И все эти пациенты получали эпилемумаб по поводу меланомы 3-4 стадии. Раньше они не получали лечения. Минимум они получили одно введение эпилемумаба. И, как видите, практически все пациенты имели тот или иной вид нежелательных явлений. Причем в любой степени это было до 90%, а в тяжелой степени от 25% до 50% пациентов. Летальных исходов, тем не менее, было достаточно мало, меньше 1%. Еще раз повторяю, это такой сборный большой анализ, куда включены данные о пациентах около полутора тысяч. И, опять же, если мы берем по локализациям, то, о чем я и говорила, наиболее частые нежелательные явления – это будут изменения со стороны желудочно-кишечного тракта и изменения со стороны кожи. Причем, если посмотрим мы по градации 3-4 степени, несмотря на тяжесть вот этих осложнений, они наблюдаются, например, со стороны желудочно-кишечного тракта 9%, много или мало. Но это, наверное, судить нам будет уже по практике, когда мы встречаемся с этими пациентами. Даже если мы имеем одного пациента с диареей 3-4 степени, я думаю, что он запомнится надолго всем, и об этом нежелательном явлении будешь помнить. А такие вот кожные явления 3-4 степени, они где-то у 3-2,5% наблюдались. Пятая степень, то есть это токсические смерти, как вы видите, они в целом наблюдались только меньше, чем у 1% пациентов. Сроки, когда возникают нежелательные явления, чаще всего они возникают на фазе индукции, то есть в первые 12 недель лечения. И время возникновения, как видите, если брать по месяцам, они могут возникать, то есть не по месяцам, это где-то будет после первого месяца начала лечения, до 3 месяцев. Где-то около 40% пациентов. И время до разрешения у половины пациентов эти явления разрешаются тоже в первые 3 месяца. Если говорить о том, не как часто, а какие явления появляются первыми, ну вот этот график, наверное, уже вы, наверное, встречали, он достаточно красочный. Как видите, где-то после второй недели появляется первое осложнение может появиться, это изменение со стороны кожи. Хочу сразу сказать, что чаще всего сразу после введения нет нежелательных явлений. Это крайне редко, это может быть только реакция на введение, просто на внутривенное введение любого лекарственного препарата. Как правило, иммуноопосредованные нежелательные явления, они будут появляться позже. И вот об этом свидетельствует этот слайд. Кожные явления появляются где-то уже после третьей недели лечения. Со стороны желудочно-кишечного тракта после четвёртой недели. Позже появляется декринопатия, но они могут сохраняться достаточно долго. И следующее – это изменение со стороны печени. Гепатотоксичность тоже появляется уже где-то через полтора месяца от начала лечения. И к чему же пришли исследователи и авторы, которые сделали вот такое вот большое резюме по поводу лечения пирюмаба пациентов около полутора тысяч численностью. Что большинство всё-таки нежелательных явлений, они имеют иммуноопосредованный характер. То есть это молокональное тело, которое долго может циркулировать в организме. С одной стороны, оно заводит иммунные механизмы и разгоняет тот поиск, который идёт и который нужно когда-то вовремя остановить. А с другой стороны, он вызывает ещё и токсические, и нежелательные явления. То есть это иммуноопосредованный характер. И любой степени нежелательные явления иммуноопосредованные именно, они где-то у пациентов наблюдаются более чем у 50, у 64%. Третья-четвёртая степень меньше, чем у пятой части пациентов. И летальные исходы менее, чем у 1% больных. Что интересно, на что можно обратить внимание, зависит ли госпитализация и безопасность лечения от опыта врача. Конечно, зависит. Как только мы начинали работать с эпилемабом, госпитализации по поводу нежелательных явлений у нас было достаточно много. И по мере накопления опыта, часть пациентов с нежелательными явлениями лечились иммуноторно. Вот об этом тоже свидетельствует исследование, которое в своё время было опубликовано. Существует прямая корреляция между частотой госпитализации пациентов, серьёзными негативными явлениями и клиническим опытом медицинского учреждения. По мере приобретения опыта, конечно, мы определённую тактику вырабатываем и соблюдаем те выработанные уже рекомендации по лечению, осложнения. И соблюдая их, и профилактируя, можно добиться неплохих результатов. Какие же существуют рекомендации по купированию нежелательных явлений? Первое. Если мы заподозрили нежелательные явления, в первую очередь нам нужно исключить другую патологию. Может быть, у наших пациентов могут быть, у пациентов, которые получают лечение по поводу распространённого процесса, симптоматика иногда бывает стёртая достаточно. И не всегда можно быть уверены, что это осложнение связано именно с нежелательным явлением, а не с прогрессированием основного процесса. Поэтому в первую очередь мы должны исключить, во-первых, прогрессирование процесса или исключить иную идеологию. Если это вот общее правило, если у больного наблюдается низкая степень тяжести нежелательного явления, то возможно наблюдение, симптоматическая терапия, возможный проральный приём кортикостероидов, и можно сохранять лечение у пациентов до разрешения токсичности, не прерывая лечение при первой и первой степени. Если же у больного высокая степень токсичности, то здесь, конечно, должен быть определённый мониторинг за пациентом, более тщательный. Нужно рассматривать уже лечение высокими дозами кортикостероидов, и, как правило, это госпитализация пациентов. Плюс мы ещё обращали внимание, что, работая с этими новыми препаратами, не только с таргитными препаратами, особенно с иммуно-онкологическими препаратами, у вас в команде должны быть всегда специалисты смежной профессии. Здесь должны быть с вами работать эндокринологи, и желательно, чтобы пациента, который начинает лечение либо эпилюмабом, либо неволумабом, пембролизумабом, чтобы посмотрел его эндокринолог, издать базальные анализы крови. Плюс у вас в команде должен быть и окулист, должен быть невропатолог, невролог или специалисты, которым вы можете обратиться по мере необходимости. И какие же остановимся на некоторых осложнениях, которые наиболее часто встречаются. Сегодня уже говорили об этом измене со стороны желудочного тракта. В первую очередь они могут проявляться в виде диареи, боли в животе. Все степени наблюдаются достаточно нередко, до 45%. А вот третьей-четвёртой степени, по разным данным, где-то есть данные 9%, вот здесь от 5% до 12%, причём около 1% пациентов имели перфорацию кишки. При колоноскопии картина, в общем-то, достаточно банальная. Это отёчность, это рыхлость слизистой, изызление на слизистой оболочке. И есть данные, что всё-таки чаще поражаются дистальные отделы толстой кишки. Прямая кишка реже наблюдается. Но, тем не менее, те изменения, которые происходят, если они уже запущены в стадии, они, конечно, могут угрожать жизни пациентов. По данным биопсии, здесь явление энтероколита, лимфоинолифитрация, могут быть микроабсессы. И вот сегодня у доктора звучал вопрос, нужно ли делать колоноскопию. В первую очередь, Алексей Викторович верно сказал, что нужно нам дифференцировать всё-таки. Это осложнение связано с обычным язвенным колитом, не с обычным язвенным колитом, с язвенным колитом, или просто с колитом, который может быть как сопутствующее заболевание. Либо это иммуноопосредованное явление. И какая же глубина этих изменений. Потому что прежде чем назначать терапию, мы должны быть полностью уверены, какого характера здесь происходят изменения. Изменение коррекции со стороны, коррекция со стороны изменений со стороны желудочно-кишечного тракта. Она вот здесь вот расписана. Существуют алгоритмы, которые прописаны. Мало того, я потом остановлюсь, что впервые в этом году мы разрабатываем рекомендации по купированию нежелательных явлений, иммуноопосредованных нежелательных явлений, которые будут включены в рекомендации Русска. Что первое, нужно обратить внимание. Конечно, должен быть мониторинг за пациентом. Обязательно. Пациент должен быть осведомлён о возможных нежелательных явлениях. И он должен знать в случае их появления, кому обратиться, что нужно делать. Ну и доктор, который лечит пациента, должен быть полностью инструктирован, как быть. Впервые, ещё раз подчёркиваю, впервые, наверное, после цитостатиков мы оперируем тем, что используются глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды могут использоваться на фоне применения желудочно-инфузионной терапии, могут быть пароральные при невысокой степени токсичности, либо применяются уже при высокой степени токсичности нежелательных явлений, при высокой степени нежелательных явлений используются уже внутривенные, в дозе 1-2 мг на килограмм веса. Если симптомы сохраняются 5 дней и более, нужно переходить уже на применение иммуносупрессантами. И что ещё хочется на что обратить внимание, что, конечно, когда мы полностью не разобрались, с чем связана диарея и боли в животе, чётко помним, это, наверное, из хирургии ещё помним, что наркотические анальгетики могут маскировать и нивелировать действия, изменяясь со стороны кишки, например, перфорацию кишки можно пропустить. Тем более у наших пациентов клиника достаточно стёртая. Плюс инфлексимаб никогда не используется иммуносупрессант при подозрении на перфорацию и сепсис. И когда вы назначаете глюкокортикоиды, либо это пероральные, либо это внутривенные, помните, что их использовать нужно долго. Их нельзя использовать один-два дня и прервать, потому что всё это может вернуться вновь. Поэтому запомнить, что обязательно принимать долго. Плюс после внутривенного курса лечения можно переходить на пероральные введения и длительно их принимать. И конкретный случай сегодня уже Алексей Викторович касался этого. Речь идёт о пациентке, которой 26 лет. У неё была метастатическая меланома. Причём она стала, несмотря на то, что была мутация БИРАФ ВИ-600Е, к сожалению, не было возможности проводить таргетную терапию. И больной, тогда как раз у нас действовала программа расширенного действия, мы начали терапию эпилюмумабом. И после первого введения уже у неё отмечалась диарея третьей степени. Но, тем не менее, эта диарея была оккупирована приёмом преднизолона в дозе 1 мг на килограмм веса. Мы продолжили её лечить. Как видите, это всё было до Нового года. В связи с тем, что диарея уменьшилась менее трёх раз в сутки, продолжили лечение на фоне приёма преднизолона, соблюдение диеты. Но, как всегда, всё случается как раз в праздничные дни, либо в пятницу. С 5 января у неё выраженная слабость боли в эпигастрии. И диарея больше 10 раз в сутки. К сожалению, больная сразу к нам не пришла, несмотря на то, что в институте работает дежурная служба, и мы готовы всегда принимать пациентов, оказывать им помощь. Мы её уже видели после праздников, 12 января. Сначала у неё состояние расценивалось как КОК-2, то есть ближе к средней степени. Но она была бледная, с гипотонией, была лихорадка 38, живот болезненный в эпигастрии. Но при этом отмечался регресс опулевых узлов из 4 сантиметров до 1 сантиметра. Что делать в этой ситуации? Конечно, больную нужно госпитализировать, потому что диарея, чем она страшна? Конечно, это электролитные нарушения, которые могут провести потом к серьёзным негативным явлениям и угрозе жизни пациентов. Ей начинается инфузионная терапия. Доза преднизолона увеличена до 2 мг на кг веса. Антибактериальную терапию мы ей назначили, потому что мы полностью не могли исключить ещё наличие воспалительного компонента. Причём уровень цириактивного белка, как видите, был достаточно большой. То есть в голове мы всегда держали, что здесь есть угроза и септических осложнений у пациентки. И по поводу применения инфлексимаба длительное время воздерживались. На фиброгастроскопии никаких особенных изменений не выявлено, кроме гастродоуденита, а на колоноскопии, как видите, язвенный терминальный илеид. Причём здесь было как раз изведление, то, что сегодня тоже рассказывали, до мышечной оболочки. Чем это страшно? Перфорации кишки. И вот сочетание такое высокого ЦРБ, изведление слизистой, высокая температура, на фоне глюкокортикоидов, как вы понимаете, введение инфлексимаба, то есть иммуносупрессанта, если там есть воспаление, то это явно будет приводить к определённым действиям, то есть к сепсису пациентки. Но, тем не менее, мы решили и ввели инфлексимаб пациентке. Нужно сказать, что компания Bristol Myers очень быстро откликается на наши требования. И в течение 24 часов препарат был доставлен на отделение. Пациентке введён был инфлексимаб в стандартной дозе 5 мг на килограмм веса. И отмечалась позитивная динамика. Постепенно мы снижали дозу преднизолона. И, как вы видите, через около 2 месяцев, через 2 месяца мы сделали повторную колоноскопию. В общем-то, явления все были полностью оккупированы. Поверхностный колит и выраженная положительная динамика. Таким образом, не произошло то, что могло бы произойти, потому что даже трудно себе представить, что могло быть, конечно, перфорации, септические изменения. Но вот успели и успели и пролечили эту пациентку. Какой ещё вид токсичности? Сегодня уже это тоже показывали. Хочу сказать, что у этого молодого человека кожная токсичность. Она ещё сочеталась вместе с диареей. И когда сочетаются два осложнения, тем более высокой степени, у него была диарея второй степени, кожная сыпь третьей степени, конечно, здесь была госпитализация. Госпитализация. Пациенты начали лечить преднизолоном, парентеральное введение. И вот этот пациент получал преднизолон, насколько я помню, наверное, около 3 месяцев в итоге, потому что очень долго сохранялась токсичность. И на фоне преднизолона было продолжено лечение. Вот ещё одно интересное наблюдение. Тремель-люма был такой препарат. Несколько лет назад его применяли в клинических исследованиях. И как-то совершенно необоснованно о нём забыли. Дизайн исследования был построен, может быть, не совсем адекватно. Возился препарат один раз в три месяца. Но вот токсичность, посмотрите, два года после окончания лечения токсичность сохранялась на коже. Но самое интересное, сохранялся и ответ на лечение. То есть это говорит о том, что препараты, эти молокональные тела, белки, они очень долго могут циркулировать в крови. Мало того, те механизмы, которые завели, мне очень понравилось, как-то Лев Вадимович сказал, что поезд, который завели, он может идти долго, его нужно ещё успеть как-то нам остановить. Так вот и в своей эффективности, и в токсичности этот полис, поезд едет очень быстро. И вот посмотрите, да, токсично сохранялось нежелательное явление кожное два года, но при этом сохранялся эффект лечения. Кстати, сейчас активировано опять клинические исследования с применением 3-милимумаба. Посмотрим, возможно, какие-то ему позитивные ответы ещё увидим. Может быть, не в вонорежиме, а, скорее всего, в комбинации с препаратами. И со стороны желудочно-кишечного тракта, как и алгоритм существует, тоже вот здесь вот абсолютно всё прописано. В зависимости от степени выраженности, либо мы применяем симптоматическое лечение и невысокие дозы, ну, умеренно невысокие дозы глюкокортикоидов до 1 мг в сутки. Если же поражение кожи больше 30% площади и жизнеугрожающее состояние, то переходим на внутривенное использование глюкокортикоидов уже в дозе до 2 мг на килограмм в день. Причём, повторяю ещё раз, используют глюкокортикоиды длительно. Длительно. И если токсичность снижается до 2-й степени, мы можем продолжить лечение. Если же была токсичность 4-й степени, то лечение не возобновляется. Ну, вот этот слайд уже тоже звучал сегодня. Это гепатотоксичность у нашей пациентки, которая себя прекрасно чувствовала, пришла на очередное введение. А вот уровень трансаминаз, АЛТ, АСТ просто зашкаливал. То есть развился аутоиммунный гепатит. Уровень трансаминаз – 1500, 600, почти 700. То есть однозначная госпитализация, инфузионная терапия, глюкокортикоиды. Всё позитивно, всё разрешилось достаточно быстро. И, конечно, если не оказывать помощь, то, наверное, исход здесь будет совсем нежелательный. И то же самое, значит, алгоритм коррекции. В рекомендациях он прописан при любом виде токсичности, в том числе и со стороны гепатотоксичности. В первой степени это продолжаем иммунотерапию, можем проводить симптоматическую терапию. При второй степени, когда уровень трансаминаза не превышает 5 норм высокой границы, можем приостановить иммунотерапию и возобновляем только в случае, если трансаминазы или билирубин вернулись к исходному уровню. Плюс здесь применяются уже при второй степени глюкокортикоиды. Глюкокортикоиды в дозе до 1 мг на кг в сутки. Я повторяю, опять же, применяются долго, применяются с постепенным снижением дозы. Ну а если третья-четвёртая степень, тут, конечно, нужно отменять уже иммунотерапию. Вводятся глюкокортикоиды высокими дозами до 2 мг на кг веса. И опять же, если сохраняется это токсичность в течение 3-5 дней, нужно применять иммуносупрессанты. Гипофизит тоже о сегодня уже говорили. Нечастое осложнение. И чаще всего, конечно, оно маскируется под гидой симптомов основного заболевания. Слабость, головные боли. Частота их невелика. У нас этих пациентов было немного. Но вот наши коллеги из РОНСа говорили о большем числе пациентов с аутоиммунными, с нежелательными явлениями гипофизитов. Но смертельных исходов при этом осложнений не наблюдались. И также существует алгоритм коррекции изменений со стороны эндокринной системы. Повторю ещё раз. У нас очень удобно, когда в вашей команде будет работать эндокринолог, он посмотрит пациента до начала лечения, посмотреть базальные анализы ТТГ, Т3, Т4. И вести этого пациента совместно с эндокринологом на фоне лечения, конечно, очень удобно. У нас наша лаборатория всегда приходит на помощь. И здесь, конечно, заместительная терапия при симптомной эндокринопатии может иметь очень хороший эффект. Ну и также применяются высокие дозы глюкокортикоидов, либо пароральные, либо внутривенные. И если высокие, конечно, высокая токсичность. Опять же, иммуносупрессанты. Но у нас таких явлений не наблюдалось. Значит, по общей информации можно сказать, что, подводя итог по нежелательным явлениям, которые могут вызываться, эпилюмам, можно сказать, что большинство этих явлений, оно возникает в течение индукционной фазы, то есть первые 12 недель лечения. Они могут появляться позднее, могут развиваться по литературным данным. Описаны случаи, когда нежелательное явление развилось после 47 месяцев от начала лечения, то есть почти через 4 года. Они могут иметь волнообразное течение. Мы видели таких пациентов, когда недостаточно применённая доза глюкокортикоида послужила основанием того, что осложнение вернулось и в более выраженной степени. Кортикостероиды используются для лечения нежелательных явлений, которые обусловлены лечением эпилюммаба, и должна быть терапия кортикостероидами длительно с постепенным снижением дозы. Влияет или не влияет при применении кортикостероидов на эффективность препаратов, блокаторов CTL-4? Нет, на сегодняшний день таких данных не существует. Мало того, на АСКО 2015 года было абсолютно чётко сформулировано мнение, что применение иммуносупрессивной терапии при лечении иммуноопосредованных и желательных явлений не влияет на эффективность чекпоинт-ингибиторов. Кроме того, и чем раньше мы будем применять глюкокортикоиды для купирования нежелательных явлений, то тем быстрее они будут разрешаться, и тем будет меньше вероятность развития серьёзных и желательных явлений, угрожающих в жизни пациенту. И какие же осложнения могут пренаблюдаться при применении другого вида иммуноонкологических препаратов, это блокаторов PD-1, PD-L1? В общем-то, они где-то схожи. Но единственное, что я уже вначале говорила и сегодня говорили уже об этом, что вот эти новые препараты, зарегистрированные у нас в Российской Федерации, Ниволумаб, Пембролизумаб, они имеют меньший спектр нежелательных явлений, нежели и пелемумаб. Ну, опять же, наиболее частые осложнения, которые наблюдаются от 5 до 20% пациентов, это диарея, это кожная токсичность, гепатиты, слабость, инфузионные реакции могут быть, эндокринопатии и редкие пневмониты. Если мы посмотрим, опять же, нежелательные явления суммарно по клиническим исследованиям, в любой степени, как видите, наблюдаются у 50% пациентов. Если вы помните, у пелемумаба там было большее число пациентов, до 90% доходило. А третья-четвёртая степень наблюдается в целом где-то у 4% пациентов. И если посмотреть по видам, по токсичности, она где-то третья-четвёртая степень токсичности наблюдается менее чем у 1% пациентов. Ну, и вот здесь вот ещё раз обозначено сравнение ниволумаба и пембролизумаба. Если мы посмотрим, сравним, в общем-то, их токсичность, нежелательные явления, они практически идентичны. У третьей больных наблюдается слабость, у пятой части пациентов это кожная токсичность, диарея любой степени где-то у 16-18% пациентов и кожный зуд у 13-25% пациентов. Несколько остановлюсь на пневмонитах, токсичность которая наблюдается нечасто, где-то у 3-5% пациентов, но она является особенностью применения препаратов блокаторов PD-1. Как видите, частота этих осложнений по данному слайду она невелика, но тем не менее, опять же, если вы встретите этого пациента с дыхательной недостаточностью, я думаю, что вы его запомните. И что ещё на что хочется обратить внимание, что эти нежелательные явления пневмониты, они могут возникать на любом периоде, на любом времени применения препаратов. Но обычно медиана времени до возникновения 5 месяцев и длительности где-то тоже равняется 5 месяцам. И вот эти данные из литературных источников, на что хочется обратить внимание. Четыре пациента, три пациента, здесь три пациента разного возраста, от 38 лет до 70, ещё пациентов 58 лет, все страдали метастатической меланомой. Получали неволумаб или эпилюмаб в сочетании с неволумабом на разной длительности. У одного пациента неволумаб был на седьмой неделе, появился пульмонит, у другого пациента на пятнадцатой неделе и у ещё одного пациента 22-24 недели. На что хочется обратить внимание. Посмотрите, явления достаточно красочные. Изменения лёгочной ткани, фиброз и клинические – это дыхательная недостаточность. Некоторые пациенты попали в реанимационное отделение, что здесь важно ещё подчеркнуть, несвоевременное обращение за помощью ведёт, конечно, к серьёзным уже последствиям, то есть это угроза жизни пациентов. Поэтому, когда у вас больной обращает внимание, что ему стало тяжелее дышать, и вы видите на контрольном обследовании, на компьютерной томографии изменения по типу матового стекла, усиление фиброзных изменений, нужно обратить на это внимание и оказать пациенту помощь или динамику проследить пациентов, но он должен быть у вас обязательно под контролем. Коррекция пульмонитов, алгоритм коррекции, он тоже определённо существует. В первую очередь, конечно, если при меланоме, может быть, это меньше выражено, а вы будете применять эти препараты и при лечении метастатического рака лёгкого, здесь отдифференцировать прогрессирование процесса или клинические проявления самого заболевания от нежелательного явления, бывает достаточно сложно. И обсуждая вот на экспертных советах, все вот специалисты говорят, что да, это уже искусство врача, это искусство рентгенолога, который вам помогает. Во всяком случае, всё равно вы у пациента должны быть чётко понимать, что с ним происходит, у него ухудшается состояние, у него появляется дыхательная недостаточность, что с ним делать. И на фоне антибиотикотерапии, если у вас всё-таки есть мысли о том, что это нежелательное явление, нужно принимать, назначать и пренезалон. Пренезалон тоже дозы, в общем-то, стандартные, 1-2 мг на килограмм веса, либо пароральные, либо парорентеральное ведение, и динамика за пациента. И время докупирования нежелательных явлений, если это смотреть по применению Волумаба, обычно время оккупирования – это 2 месяца. Если о колитах говорить, то это тоже где-то 2,5 месяца. Рано или поздно эти токсические явления, нежелательные явления, они проходят, конечно, при лечении обязательно. При лечении. И вот здесь вот сроки возникновения. Помните, вот тот график, который я показывала, сроки возникновения нежелательных явлений при применении Ипилюмаба, а здесь вот на фоне лечения пемпролизомаба. В общем-то, осложнения, они где-то идентичные, если вы видите, это тоже те же изменения со стороны желудочно-кишечного тракта, колиты, которые быстрее проходят. Позже появляется эндокринопатия, позже несколько тоже дерматиты, гепатиты. То есть, и хочется подчеркнуть, что непосредственно, не сразу после введения препаратов они появляются через какое-то время, могут достаточно длительно, и сохраняться могут длительный период. Профиль токсичности блокаторов. Сегодня уже не блокаторов, а одновременное применение или последовательное применение. Ну вот, есть определенное мнение, что одновременное применение, комбинации, нам еще, конечно, до этого может быть и далеко, но тем не менее, чтобы мы знали, что применение двух иммуно-онкологических препаратов, это, конечно, эффективно, но с другой стороны, это и большая токсичность. Третья-четвертая степень токсичности наблюдается у половины пациентов, причем третья-четвертая степень токсичности, она, вот видите, она же достаточно тяжелая токсичность, это, конечно, это угроза может быть жизни пациентов, эти пациенты должны быть под вашим мониторингом. Но в основном, опять, это сыпь, это может быть диарея, это повышение уровня трансаминаз, повышение липазы, а также изменения со стороны дыхательной системы эндокринопатии. И, опять же, вот о комбинации препаратов, конечно, комбинация она хороша, но токсичность, она более высокая, чем применение при применении монотерапии. И что здесь хочется еще обратить внимание, что частота нежелательных ливений при назначении комбинаций, которые привели к прекращению лечения третьей-четвертой степени комбинированное лечение – это треть пациентов. Если мы берем эпилемумаб, это 13% пациентов, а неволумаб – это 5% пациентов. И на чем еще хотелось бы остановить внимание ваше, у нас достаточно немало сейчас пациентов пожилого возраста. И встает вопрос, можно ли их лечить иммуно-онкологическими препаратами, можно ли дожидаться у них такого же ответа. На ОСК 2016 года приведены данные, что лечить больных пожилого возраста можно так же, как мы лечим и пациентов молодых. И у них, например, применение эпилемумаба имеет такие же иммуно-опосредованно нежелательные явления, что и в общей популяции. Поэтому, взвесив все возможности, взвесив сопутствующую патологию этих пациентов пожилого возраста, можно лечить так же, как мы лечим пациентов и молодого возраста. Но вот эту картинку хотела еще показать. Вот такой у нас синдром выброса цитокинов был на фоне антипедели-1 терапии у нашей пациентки. Больная получала 6 месяцев терапию абсолютно спокойно, без всяких токсических явлений. И при очередном контрольной визите пришла вот с такой выраженной кожной сыпью, с признаками дыхательной недостаточностью и с лихорадкой. Лихорадкой была умеренная диарея. Ну, что можно сразу подумать о чем? Конечно, это нежелательные явления здесь уже связаны с препаратом, которые возникли достаточно поздно. Вот эта пациентка у нас получала глюкокортикоиды высокой дозе 4 мг на килограмм веса. И мы в какое-то время с Алексеем Викторовичем беспокоились за те последствия, которые уже могут вызвать сами глюкокортикоиды. Больная находилась несколько, двое суток, по-моему, или сутки была в реанимационном отделении. Мы вывели из этого состояние. Но, конечно, была тревожность за её исход данной ситуации. Ну, пролечили, купировали, ответ наблюдался. Но лечение, конечно, прекратили. Дальше уже не лечили. Таким образом, основные принципы можно сформулировать коротко. Во-первых, лечить вы должны пациентов в специализированных стационарах. Не обязательно больного госпитализировать для введения этих препаратов, что эпилюмаба, что неволумаба, пемпролизумаба. Совсем нет необходимости. Токсических реакций сразу на введение препаратов мы, во всяком случае, не наблюдали. Но вы должны обязательно проводить инструктаж с пациентом, мониторировать пациента. И своевременно, если ранее выявлять осложнения, то, конечно, можно добиться и хороших результатов. Плюс мультидисциплинарный подход в вашей команде должны работать и специалисты смежных специальностей для того, чтобы вовремя запозозрить осложнения и провести адекватную терапию. Плюс алгоритмы, которые разработаны. Мне очень понравился один доктор нашего института сказал, существуют стандарты. Что такое стандарты? Это когда некогда и нечем думать. Открыл книжку и читаешь, что там написано. И чётко там соблюдаешь. Люди на основании тех результатов уже всё разработали, а нам нужно только выполнять. И здесь ещё раз о кортикостероидах. Напоминаю, что вовремя их нужно наблюдать, не ждать долго, 3-5 дней не проходит. Значит, пациента нужно начинать глюкокортикоидами лечить, причём высокими дозами, длительно. И если мы не видим ответа на глюкокортикоидах, нужно заказывать иммунодепрессанты. Эти препараты доступны, и применение их своевременно приводит к тому, что мы от этих нежелательных явлений полностью уходим и дальше продолжаем с пациентом лечить. Что ещё хотелось сказать? Что-то у меня нет этой самой. А вот что у нас, во-первых, ещё раз повторяю, в этом году разработаны рекомендации по управлению иммунопосредованным нежелательным явлением 2017 года. Поэтому, когда вы получите рекомендации русско, посмотрите, там это всё сформулировано. И существует, вот специально вам здесь мы представили, перерасчёт доз. Как правило, мы использовали преднизолон. По некоторым рекомендациям вы прочитаете в аннотациях, есть метилпреднизолон. И вот здесь, в этой таблице, дана таблица перерасчёт доз. Какую дозировку нужно брать, если мы берём либо преднизолон, либо метилпреднизолон. В принципе, здесь несложно всё, но нужно просто помнить. Мы, ещё раз повторяю, у себя в институте всегда пользовались преднизолоном, и у нас смертельных случаев от применения иммуно-опосредованных от блокаторов, чекпоинт-гибиторов не наблюдалось. Все пациенты у нас выздоравливали. И таким образом, в заключении, можно сказать, что кроме высокой эффективности иммуно-онкологические препараты, они обладают и особым спектром нежелательных явлений, они являются иммуно-опосредованным. Безусловно, нужно мониторировать обязательно пациентов и проводить своевременную адекватную лечебно-профилактическую помощь пациентам. И своевременно лечить терапию, проводить терапию стероидами и постоянно контактировать пациентов. Тогда мы можем добиться хороших результатов. Но ещё раз приветствуем в нашем городе и надеемся, что вы получите здесь удовольствие, кроме медицинских моментов. Ещё и увидите наш прекрасный город в полном великолепии. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.